Музыка 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 В городе Утро. Доброе утро. Открывает игрок номер один. Доброе утро. Город Эйлер, красный игрок. Вот у меня закончились темы. Все самое интересное я перечислил. Решил пройтись по фильмам, которые я посмотрел. Выходит, увидел. Решил посмотреть «Десять негритят» Агаты Кристи. Замечательный фильм, снят по мотивам его книги. И прочитал в итоге еще их саму книгу. Самое интересное, там интересная развязка. По сути, выходит то, что десятерых человек заманили на остров. Он не может связываться с одним миром. И постепенно пропадают люди. Но интересно, что они пропадают. Согласно определенной считалочке, еще, соответственно, попадают фигурки. И там, интересно, пропадают люди один за другим. Каждый раз подозревают разных людей. В общем, это чем-то напоминает мафию тоже. Тут людей убивают. Может, кто-то кого-то подозревает. Но на ней сегодня у нас игра будет спокойная. Мы сможем разобраться, привести город к победе. И все. Я сам красный игрок. Спасибо, пас. Спасибо. Возвращаемся в игру. Ирок номер два. Ваша минута. Доброе утро, город. Речь первого игрока хорошая. И посыл хороший. Мне почему-то понравилось. Потому что, как раз сегодня у меня жена говорит, что вот, посмотрел как раз «Десять негритят» на днях буквально. Я такой, опа, классная тема. Я давно смотрел и читал еще раньше. Вот. И я бы думал, да, действительно очень интересное кино. Надо обязательно пересмотреть. Потому что очень-то напоминает то, чем мы здесь занимаемся. Вот. Посыл будет такой. Город, давайте найдемся. Красный, давайте искать красных. Мы найдем с вами черную команду. Мы не будем играть в то, во что играли персонажи фильма. И книги «Десять негритят». Вот. Поэтому с Единицы ПК поиграю. Город, давайте найдемся и победим. Спасибо вас. Спасибо, город. Доброе утро, город. Ну, один-два играл. Хороший у вас самолационал. У меня будет плохой. Правда, говорю. Ну, в принципе, я не смотрела этот фильм. Но и тоже не читала книгу. Надо почитать будет. Почему бы и нет. Тоже, чтобы город нашелся, чтобы победил. Чтобы спокойно уже доиграли эту игру. И все было хорошо. Спасибо, пас. Спасибо, город номер четыре. Пой-ка. О одном игроке сказал, а о другом нет. Ну, хотя бы заявила с самого начала, что эмоционал будет плохой. И на этом спасибо. Даже слушать не надо. Ну, хорошо. И речительница была очень даже неплохой. Он рассказал. Это было спонтанно. Но он уверенно говорил, эмоционал будет плохой. Двойка тоже поговорил. Он сказал, он поговорил единицей и сказал. И, типа, и сказала, что у него было. Тоже неплохо. А с тройкой уже проблемы. Сказала, типа, что эмоционал был у двойки. Типа, хороший у меня нет. А единицы не помогли. Я вот... Что? Возражения? Никаких. Значит, я права. Все. Не знаю. Возможно... Тут я уже это говорил в одной игре. Но вот с госпожой Нанарой, или моя мама, мы нашли недавно интересную деревню в Вальсе с интересным названием, которое произносится как... А я вот прерву этот, не знаю, паровоз, не паровоз. Вот один, я не могу сказать, эмоционал хороший. Ну, сама тема... В общем, я аккуратненько не поиграю с единицей и также не поиграю с двойкой. Три я скорее поиграю. Вот. Ровная, аккуратная речь и позиция. То есть один, два не играю, потому что как бы... Ну, сама тема... В общем, я смотрела этот фильм давно, если это тот фильм с Друбича Соловьева. Как одиночка, он, в общем, оказал, что внутри этих десятерых и находится, он их постепенно там поопределён... Это как-то пример из мафии для мафии. Вот. Чисто по... Ну, как бывает часто, это именно пример, что игрок, возможно, из чёрной команды, но я опять же не даю цвет, может быть, всё что угодно. С четыре. С четыре играю больше. Три-четыре играю. Доброе утро, Хорос. Что-то вот игрок номер пять меня вообще поплыло. Потому что один-два для меня у них был хороший, ровный эмоционал, а три-четыре так поплыли. Но один и два, я может быть, поскольку они открывают стол и позиции нет, но может только из-за этого можно было с ними не позвать. Но эмоционал он ровный, хороший, а три-четыре поплыли. Я не понимаю, почему вы играете с ними четыре и не играете один и два. То, что как бы игрок номер один этот фильм в качестве примера взял, ну, может, это пример для мафии, но тут он не это имел в виду, что там тоже десять игроков, которые играют, непонятно кто в какой команде. Вот такая у него параллель. Так что я сейчас поиграю, пока по нулю, потом послушаю, как будут играть. Один и два, три-четыре-пять, я не играю, но не жестко. Хочу еще услышать, потому что какие у вас будут позиции. Мне пока не подошло. Один и два, шесть, но я... С единицей я не поиграю, вот именно из-за выбранной темы, потому что обычно, когда я слышу, что на первом моменте игрок начинает говорить про убийство, про крошка, там пытки, что-то такое. Ну, обычно это вот как-то черная карта накладывает отпечаток на выбранную тему, поэтому с единицей я не поиграю. Двойка, я могу понять вот этот подъем, что из-за совпадения, вот только из-за этого я как бы не подозреваю, меньше подозреваю двойку. Но с двойкой я не играю тоже, потому что я играю с единицей по позиции. Теперь три-четыре речи действительно слабоваты. Вот я с шестеркой тут могу согласиться, но тут я не назову, что пускай-то не для меня чернее, чем и для мунта. Вполне возможно, что это два красных игрока, у которых немножко вот речи немножко пустые, ну, не такие четкие, как, допустим, более опыт, может, брака номер два или брака номер один, который дальше. С пятеркой я абсолютно согласна, с пятеркой я играю, а для меня три-четыре-пять красные, три-то-пять самая красная для всех, и шесть не согласна к оппозиции. Доброе утро, город, я красный звук. Один-два, я с вами играю, один, хорошая речь. Три-четыре, ну, я не знаю, если паровозик, но я тоже буду с ним, если четыре, я поход, особенно, ну, три, мало поговорили, пять-семь, пять-семь, у вас была хорошая жизнь, но вы с позитивами не смотрите, шесть для меня вычурнило, что, конечно, даже с позитивами, похоже, мне вообще не понравилось. Игрок номер девять? Город, дорогой. Интересно. Значит, по поводу игроков, я клевок, классный игрок, по эмоционалу игрок номер один мне понравился, очень спокойно, равновешенно говорил, тема-тема, но по эмоционалу я с ним поиграл. Игрок номер два, по эмоционалу возьму свою команду, пока помыли, три-четыре пока нет, оставлю за скобками, я не говорю, что вы чёрный, просто ваши речи мне как-то не зашли. По позиции, мне очень ваша речь понравилась, но по позиции, так как вы не играете, если я говорю, потому что я не с вами, ни с вами, госпожа, на рыбарь, не играю. Мне ваши речи очень понравились, мы вас на них подадим. Игрок номер шесть, мне понравилась его речь, я беру свою команду, как бы пока по нулю, я с ним совпадаю. Игрок номер восемь, мы вас оставим за скобками, если как он номер девять, я поиграю, спасибо, пас. Спасибо, на десять. Ну, конечно, все команды сформировались, но так вот я девяточку возьму в свою команду, потому что речь мне не ваша понравилась. Из-за этого, да нет, подождите, подождите, из-за этого следует, что речь шестерки мне тоже понравилась. Вообще мне все речи понравились, госпожа Мирабель очень понравилась, но я с ней не буду играть, от этого я не играю с пятеркой. Почему? Потому что вот там вот начался вот такой вот интересный, вот там началось интересное такое ковыряние. У меня тройка красная, тройка у меня красная, а четверка нет. Почему? Потому что вот эти вот для меня все игроки хорошо бывают. И то, что вы там начали говорить, не совпало с моим видением этого всего. Так, и меньше всего мне понравилось. А что вы вам не сделаете, а дальше что вы будете делать? Хочет пять-семь черные. Ну, мы с вами не в одной команде. Ну и что вы меня проверите? Надо проверять того, кто под подозрением. Я бы вот хотела... И это время. Никто не был выставлен. В городе наступает ночь. Надеваем маски, садимся к позначному жителю, голова опущена, руки на плечах. Город спит. Город спит. Доброе утро, город. Утренний добрый для игрока под номером пять. Ваше крайнее право лучшего хода. Напоминаю, не жестикулирую до озвучивания лучшего хода. Ваши минуты. Как интересно. Значит. Можете на лучший ход в итоге не обращать внимания. Шесть, девять, десять. Шесть, девять, десять принято как лучший ход. Почему я просила на проверку десятку? Потому что она оказалась последним звеном самого длинного паровоза. Поэтому я просила на проверку десятку. Тут как бы ничего личного. И на речи была путаница между три и четыре. Потому что три и четыре. Да, это одна команда, которая берет и один и два. То есть, тут какого-то разноцвета или что-то между ними не было. Это опять спутание позиций. Опять попытка со всеми подружиться. Может быть, я ошибаюсь, когда мне... День секунд. Я не тот игрок, пока... Звещание которого надо слушать на сто процентов. Спасибо, победа. День секунд. Света Денис, полетовый, номер два. Доброе утро, город. Так, у нас... Я просил десятку на проверку. Вы просили десятку на проверку. Пятерка просила десятку на проверку. Я надеюсь, десятка проверена. Десятка проверена. И будет защита. Вы проверены. Вы проверены и вы красны. Хорошо. Ладно, я играю с городом, я не буду выставлять. Хорошо. Окей, тогда так. Кто у нас... Тролирует подозрительный игрок Поплала по речам восьмерка И очень сильно Поплала по речам восьмерка Доставляя игрока номер восемь Вот, не принято О, теперь так Игроки У нас получается Семерка просила десятку на проверку Но и я просил десятку на проверку Я сейчас десятка играю Давайте так, давайте найдемся Три и десять, вы со мной играете? Доброе утро, город Восемь мне не понравилось Я думаю, это просто нежелание не играть Но все равно лучше вы уйдете Если вы не хотите играть Мне не нравится тоже четверка Она сказала, что я перепутала позиции Хотя сказала, что эмоционал Мне один и два понравился Я с ними не играю Потом скажу Сейчас играю с десять Семь Два И девять мне нравится Я думаю, она более красная Хочу послушать Сатин и шесть Спасибо, пожалуйста Спасибо, Эрик Дмитрий У вас есть возражения? Нет? Значит, я права Это прозвучало Значит, я права Я выставляю капнула восемь Хочу уже и выставлю Восемь стоит Это просто... Я послушаю еще раз Я поиграю с двойкой десяткой Потому что... Двойка красной Потому что сразу нашел... Сразу пытался окраснить десятку И... Хорошо Ему бы не было выгодно Делать такую минуту Про то, что десятка красная Я поиграю с двойкой И десяткой Я хочу послушать восьмерку Вот... Секунду Так, хорошо Если... Сейчас Я запутался в своей мече Попыл, так сказать Десять секунд Я просто уже все Все, что хотел сказать Я уже сказала Я просто... Я не знаю Доброе утро, город Ну, восьмерка Я понял Самое слабое звено Двое утро и четыре Четыре поплыл Да То есть, если вы красный игрок Игрок номер четыре Ну, вы говорите Не надо плыть И говорите Я не знаю Я думал Вы путай Вы сейчас У меня тоже под подозрением Как четыре Так и восемь Вот Игрок номер два Я играю Три сейчас поговорил По красному Первый игрок Я с вами По нулю поиграл Но сейчас По эмоционалу Но сейчас Я послушаю Вашу позицию Я вам на жестах покажу Играю с вами Пока я Потом игрок Номер пять Сему не поиграл Но его отстремлили ночью Вероятно, он красный Пятый играл седьмой Сможет так, что седьмой и пятый Оба красных игрока Вероятно, но седьмой Со мной не играет Значит, сейчас я его послушаю Значит, я пока играю Два Шесть Девять Десять Одним Время Время Семь Уграя группа Минут десять Десять Примято Мне не понравилась Группа номер десять Что на своей речке Помогу Вы сказали Что пять И семь Стояли черные Я свой цвет знаю Пятерку я находила Красный Но влюб Пятерка Отстремилась Это красный Групп То есть Вы получается С этих двух Сразу красных игроков Так Стали На позицию Поэтому Я с вами не поиграю Я по позиции Не могу поиграть С игроками Которые играют с вами Два Ну ладно Вы допустим Вы подумали Что у десятки На основании Посидеть Вы ставили Осень Хорошо Принимается Шестерка То же самое Вы Поиграетесь Девять И десять Готовы поиграть Со мной Не играете Только потому Что я играю С вами Мне это Не очень Так Хорошо Так Тройка Мне кажется Красный Между Три Четыре То ли Разноцвет Но тут Один Красный Есть почта Тройка Четыре Для меня Это Три Красного Ты Не может Но я просто Понятно Можешь Игрок номер Один Игрок номер Один Вы кого Пустили Поверить Десятку Десятка Это хуже Поверить Десятку Вы Пустили Проверить Десятку Сейчас Десятку Как я поняла Никто не защищал Десятку А сейчас Посмотрим Еще Кто сказал Я тоже Я могу Сказать Поразбредал Десять Я считаю Что Я считаю Что она Красная Я считаю Я не знаю Я хочу Поиграть С ней Единичку Я вас Еще хочу Послушать И я хочу Десять секунд Убедиться Уже Восемь Поверить У меня Вообще Не нравится На следующем Кубу Я наверное Буду Выставлять Какой Номер Будет Номер Четыре Вот смотрите Смотрите Красный Стол У Госпожа Мирабель Сейчас Видела Что я Показываю Что Десять Красных Но Госпожа Мирабель Против Меня Играет Это Значит Что Она Стала Со мной В очень Жесткий Разноцвет И что Значит Госпожа Мирабель Будет Противоположной От меня Команде То есть Она Меня Уже Не найдет Красной Представляю Угрока Номер Семь Потому что Он Для меня Игрок Черный Потому что Она Игрок Опытный И она Просто так Чего-то Там Не Увидеть И вот Восемь Рич Который У меня Относительно Опытный Я показывала Десять Девятка У меня Второй Маф Потому что Соединяет Команды Которые Не играют Вместе Мирабель И Пятерочка Ну Пятерка Красно Стрелил А Мирабель Она могла Присоединяться Я не знала С вами Доброе утро Борок Седьмой Вопрос Девятка Сказал Что он Красный Проверка Ну я Понимал Кшири Стал бы Иначе Было Противоречено Ну выставили Уже Семерку То есть Слушай Так Для меня Позиции Семерка Выставил Красную Проверку То есть Это все Сказано Теперь Что дальше Говорить С двойкой Играю Играю С десяткой Что остается Дальше Тройка Так Все Красные Думаю Поиграю Четверка Подозрительней Но ничего страшного Будет еще Послушать Потому что У вас Такое Что-то Правда Типа Разноцвета Между Три Четыре И шестерка Я думаю Вы более Красного Вот меня Сейчас Послушаете Все Вы со мной Играете То есть Вот Я сейчас Собрал Команду Это Два Шесть Десять И три Это то Что я думаю Вы со мной Согласны Вот я думаю Так И было Логично Я сейчас Вынесу Семерку Проверить Девятку Вот так Все Будет Хорошо Давайте Мы переходим На голосование На голосование Выставлены Игроки 8 10 7 Голосуем В порядке 8 10 7 Кто за то Чтобы стол Покинут Игрок Номер 8 Спасибо Принято 2 Голоса Только Чтобы стол Покинут Игрок Номер 10 Спасибо Принято 2 Голоса Поставьте Руки Кто не Проголосовал 5 Голосов Входит Игрок Номер 7 Игрок Номер 7 Ваша Прайм Вспомним Максим Красный Что При Девятерых Когда 4 Или 5 Голосов Входит А То Среди Всех Кто В этом Замуте Хоть Один Черный Групп Я Ухожу Красный Групп Это Значит Меня Проголосовал Как Минимум Один Черный Групп А Это Был Не Один А Их Как Минимум Как Я Считаю Два Это 10 Один У меня Проголосовали 4 9 Что же Со мной Играли Что же Меня Проголосовали 4 Черный Смотрите Для Меня Однозначно Черный Это 10 Один Мне Просто Противовес Должна Уходить Десятка Сейчас Тогда Будете Уверены Что Ушел Хотя Один Черный Десять Вы Сказали Сначала Что 5 7 У вас Черные 5 Отстрелилась Потом Вы Сейчас На своей Речи Сказали Что 7 9 У вас Черные 9 Я Находила Красная До Голосования Была Уверена Что 9 Красная Мы Прощаемся С Игроком И Наступает Ночь Одеваем Маски Садимся По Позначного Жителя Голова Опущена Руки На Плечах Продолжение следует... В городе Утро Недоброе Дайверка Под номером Один Ваша Трайня Дайверка Город Лепо Ширипов Прилег В первую очередь Десятку Десятка Сказала Красная Приверка Отменена Я Подменила Дальше Девятку Проверил По просьбе Краг Под номером Два И у меня Было Сомнение Приверить Либо Восьмерку Либо Девятку У вас есть Два Красных Игрока Причем Два Опытных Красных Игрока Давайте Смотреть Восьмерка Мне не нравилось Возможно Выставите Восьмерку Потому что Восьмерка Правда Плохо И смотрите Двойка Как это Просило Девятку Проверить Может Отводил Подозрение От Восьмерки Чисто Как Вариант То есть Вы Прослушайте Если Двойка Что-то Чудить Вы Можете Выставить Это Будет Достаточно Правильное Решение И Для меня Шестерка Была Достаточно Красная Я не уверен Что точно Красная Но Достаточно Красная И кто Еще Наверное Тройка Между Три И четыре Это Вот так То есть Девять Десять Точно Красные И я думаю Что шестерка И тройка Покраснее А всех Остальных Слушайте Десять Снимательно Все Давайте Побеждайте Пас Играя Сопределенно Десять Девять Десять Ну что Они Ставили Красные Оставляя Графа Номер Четыре Четыре Принято Более Для меня Подозрительный Чем И Я не Поняла Двойка Вы играли Вы говорили Вы кому Проверите Шеремку Или Просто Потом Поговорите Вы говорите Проверите Да Окей Я думаю Здесь Два Масса Сидят Места Могу Но я Могу Ошибать Для меня Ушлось Почернее Десять Секунд Спасибо Пас Спасибо 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 Папа Четыре А Блин А Хорошо Я не знаю Это нерационально Выставлять игроков Которые Совсем Салом Уграют Почти С самого Начала Которые Говорили Что Десять Два Один Классные Хорошо Допустим Мы будем На этом Зацикливаться Я Выставляю Гороков Восемь Восемь Принято Между Девять И восемь Было Разно Цвет Я Изначально Говорила Что Проверили Восемь Восемь Не проверили Но Девять Что Тоже Кстати Хорошо Между Оболгов Был Разноцвет Поэтому Восемь Восемь Скорее Черное С самого Начала Восемь 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 Намучила Каш Поэтому Я Опять же Уже Все Сказала Я Не хочу Утратить Время На Правду Я Хочу Послушать Шестерку Я Хочу Там Уже Нечего Слушать Там Все Красные Если Вы Вас Не проверили Я Восемь Я Хочу Послушать Шестерку Вдруг Все Протер Доброе Утро Корот Ну Во-первых Господин Орион Шестерку Вы услышите По-любому Мы хотим Услышать Вашу Позицию Если Вы Красный Горок Давайте Свою Какую-то Позицию Аргументацию Не надо Просто Сидать Потом Вы Игрока Номер Семь Аксилон Красный Да Вы Говорили Кто В него Не голосовал У него Пять Голосов Ушло Я Считаю Что Там Было Не Один Мафа Наверное Даже Два Мафа В него Проголосовала Кто В него Не голосовал Вот Потом Игрок Номер Восемь Вы Отстрелянному Шерифу Говорите Проверьте Восьмого Игрока Восемь Сейчас По-любому Для меня Черный Девять Я тоже Подозревал Потому Что Настроила Не Существующие Команды Направа Седьмого Игрока В команду За скобками Я так Понял Что Вы Не Играли С ним Вот Вопрос Если Кто Был Не Знаю Девять Десять Я Играю Игрок Восемь Смотрите Игрок Номер Шесть Да Я Проказывала Мертвому Серифу Справед Меня Я Думала Что Он Скрывается Серифом И Не Умер Не Убит УАЗа Вот Как Сейчас Сериф Спился Тогда У меня Другие Вообще Команды Девять Десять Три Девять Десять Три По Серифам То Что Это Один Шериф Два Четыре Шесть Нет И Четыре Престань Стикать Престаньте Дальше Три Шесть Не Играю Вы Стик У меня Стопите Команды Четыре Шесть Стопят Все Спасибо Спасибо Доброе утро Доброе утро Я надеюсь Больше шерифов нет Нету желающих Скрыться шерифом Я так думаю Значит Ни у кого Нет сомнения Что я красная Русь Так По поводу По поводу Кто мне не нравится Мне не нравится Номер четыре По прежнему Ничего не поменялось Ну не нравитесь Ну не нравитесь Ваши речи Плывут Вы не знаете Что сказать Ну не нравитесь Номер восемь Получше поговорила Но Не Не на красную карту Ну Кто у нас Выставил Господи Выставил На верхе Четыре Восемь В принципе Я пока согласна Значит Я точно играю С номер десять Точно играю С номер десять Больше пока Я больше Сто процентов Не уверена Возможно Я возьму еще Деркану 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 Команду Спасибо Спасибо Номер десять Деркану Деркану Ну смотрите По моему По счету У нас Один черный Ушел Значит Если игрок Это была Госпожа Меропель И Значит Если игрок Номер восемь Вы красная То у нас Есть еще Одно право На ошибку Я Призываю Голосовать Игрока Номер восемь У нас Стоят Игроки Номер четыре И восемь Четыре Для меня Тоже не красный Он для меня Тоже не красный Дело в том Что наш шериф Отстрелян Восьмерку Тоже Сомневался Между вами И ей Проверку Что вами Не Проверку Поэтому Вот такое Подозрение А у вас До меня Позиции Вы Там Вообще Поэтому Вы для меня Какая-то красная Стали Там Вообще Доброе утро Город Представляю Горока Номер восемь Контрольно В том Что у меня Было Я Уходило Одного черного Между восемь И девять Понимаете Поэтому В принципе Мне было Не очень Так важно Для меня Сейчас Вырисовался Стол Семерка Для меня Уходило По черному Потому что Ну четко Я вас тоже Подозревал Поэтому Просил на проверку Десятка красную Не увидеть Для Мирабель Нереально Нереально Чтобы Мирабель Этого не увидела Семерка Уходила Точно черным Поэтому Получается Следующим образом Сейчас Уходит Восьмерка Сейчас Уходит Восьмерка А дальше На мой взгляд Я буду Искать Между Три Четыре Четыре Больше Подозрительный Десять секунд Удачи нам С вами Город Спасибо Спасибо Мы переходим На голосование На голосование Выстрелили на реке Четыре Восемь Голоса В порядке Четыре Восемь Что за то Чтобы стол Покинул Город Мор 4 Спасибо Принят Один голос Что за то Чтобы стол Покинул Город Мор 8 Спасибо Принят Остальные голоса Город Ваша Ваша Ваши Покинул В городе Опять Город Шрифт Мы На беду Ходила Черных 2 4 Мафия 2 4 7 Мафия Все Спасибо Украшаем В городе осталось 6 человек, и мы их уходим в ночь. Надеваем маски, садимся к поздночному жителю, голова опущена, руки на плечах. Город спит. Субтитры создавал DimaTorzok Почему? Потому что между 8 и 4 был разноцвет. И 8 сейчас сказала... Вы меня поняли или не поняли? У вас за столом, вероятно, сидят две мафии. По самой плохой вероятности. У вас за столом сидят две мафии. Если Маша без восьмерки, и она была красная, она дана четверку чем? То есть это получается с противоположной команды, тогда вы будете ее выносить. И не забудьте, красный город, что она еще господина Рейгиса, хотя он все правильно делал, давала тоже черное. Спасибо. Спасибо, мы прощаемся с игроком. Дмитрий Дмитрий открывает игру номер 4. Хорошо. Тут все согласны на то, чтобы играть в некий баланс. Поэтому выставляю игру номер 4. Все равно вы меня выстрелили. У меня все равно не было всего... Я не мафия. Хорошо. В любом случае... Я уйду. У вас право будет, и будет еще право на ошибку. Я бы сказал, что тут... Которая говорит, типа, ну, 4 для меня поназрительно выставлять, не выставлять, 8. Смысла в этом нет. Если 7 и 8 были черными, то только защищала 8, не выставляла. Не выставляла меня, причем еще аргументов на то, чтобы я была черным не была. Хорошо. Я ухожу. Все говорят, что я... Я изначально был с городом. Хотите выставлять, хотите? Нет? Тут просто вы хотите, чтобы у вас появилось право на ошибку. Это просто не идти. Себя выставить. Я думаю, я играю с городом. Доброе утро, город. Вот, ну, 4 я выставлю, игрока номер 4. Вот. Ну, не аргументация, то, что вы сейчас привели. Вы играли с городом. Ну, если, допустим, вы красные игроки играли с городом, то это не просто играли с городом. Знаете, где остановка... Да, знаете, где остановка? Сзади... Стоянка. Стоянка. Да. Там еще зеленый. Что с Надей? Хорошо. Да. Да, Маймона. Да. Мы возвращаемся в игру. Чурок номер 6. У вас минута с самого начала. Да. Ну, в общем, туда я использую по поводу игрока номер 4. Я высказался, да. Теперь 9. Красная проверка. Не понял. Десятый игрок сказал, что восьмерка. В ее, как бы, завещании был игрок номер 2. Я что-то не понял. Я не понял эту тему. Насколько мы должны обращать внимание на черного игрока, ушедшего по-черному, на его завещание. Вот. Вот я сейчас, и сейчас мы выносим четвертого игрока. Это, я думаю, ясно и решено. Ну, если игра не закончится, то я считаю, что 3. 3? Не 3? Ну, хорошо, поговорите, я послушаю, аргументируйте. Нет? Не 3, а кто? Хорошо, скажите. Спасибо, Пасчин, что голосуют. Спасибо, игрок номер 10. Другой, друг, другая. Версалон сейчас, на данный момент, по-моему, по-моему, по-моему. Я думаю. Две. Две. Игрок номер 4. Хотя я, вот честно говоря, ваши речи ужасные. Но я все-таки втайне надеюсь, что все-таки классный друг. Но вы, по-моему, по счету, выйдите отсюда. Вылетите. Простите. Мне не нравится игрок номер 2. Не нравится мне с самого начала. Я как бы присматривалась. Мы так, после того, что я узнала, что она красная приверка, я так пересматривала, переговаривалась, перемегивалась. То есть игрок номер 10. Я в сомнении. Я буду вас очень внимательно слушать. Вы мне не нравитесь. Я играю с игроком номер 3. Пока все. Пока все. Больше я пока никому не доверяю. Спасибо вам. Спасибо. И смотрите. Десятка завещала сносить четвертый. Понимаете? Несмотря на ваше подозрение, давайте мы все-таки будем играть с городом. Мы будем играть по завещанию. И сейчас уходит четвертый. Она еще по черному выставила сама себя. Это возможно это и последняя мать. Я застал вам. Ну просто человек решил сдаться. Понимаете? Выставляй только номер 4 контрольно. Кто еще с нами? Только четвертый? Спасибо, Паша. Спасибо, Паша. Я провожу в город. Играю с 9. Сталинку не доверяю. Но больше думаю, что шестерку были опасны. А четверку голосую за меня. Спасибо, Паша. Спасибо. Выставил только один игрок. Игрок номер 4. Ваше откровение. Если бы я хотела сдаться, я бы так и сказал. Спасибо. Я просто хочу, чтобы все пошло намного быстрее. Я все еще думаю, что это 3. Если в конце игры узнаем, что 3, 7, 8, Мафия, то вы должны мне ничего. Потому что я это заслужил. Во. Все. Либо 2. Либо 3, либо 2. Но все равно 7, 8. Все. Спасибо, Паша. Мы прощаемся с игроком. В городе осталось четверо игроков. И объявляю победу. Мафия. Мафия игроки. 2, 6, 7. Шериф. Игрок номер 1. Не бежать. Не бежать.